О генерале зло и немножечко об украинских спецслужбах. Напомню, с чего все началось. Да вот же он, легкий вброс, новая газета, Ирек, Мур... Короче, старина Ирек. Под Дебальцева объявился Юстас. Обновление было написано потом. А вот, запись, на которой некто Киселев, представившийся полковником, тра-та-та, идет сравнение. И вот уже очевидно, что Юстас не рядовой доброволец. Он наделен огромными полномочиями. Очевидно, что руководство ЛНР его имя известно. Кем прикомандирован? Министерством обороны России? Новая обращается к читателям с просьбой помочь опознать Юстаса. Через пару дней люди сопоставили голос, видео, фото и поняли, что это абсолютно другой человек. Выходит другая статья. Через несколько дней. Юстас – человек со шрамом. Старина Ирек. Оказывается, что генерал оказался отставным полковником. Вот он. И здесь он из человека, наделенного колоссальными полномочиями, превращается уже в какого-то такого человека, который не может выплатить 3 миллиона кредита. Все. Которому плохо. Причем, дабы объяснить свой вывод о том, что вот это российский генерал, журналист рассказал. Мы предположили, что этот человек не рядовой ополченец. И потому, что у него были полномочия вести переговоры от имени руководства самопровозглашенной Луганской Народной Республики. И потому, что на груди у него висел чешский пистолет-пулемет Скорпионов. Генерал. И вот появляется новая информация, спустя много месяцев, о том, что этот генерал получил повышение из-за того, что он сейчас работает с боевиками. Вот неожиданное продолжение. Российский генерал Ленцов командует боевиками. Генштаб. На Донбасс прибыл генерал-полковник армии Ленцов. Генштаб Украины. Ну и вот представитель Минобороны Украины ставит жирную точку. Федичев назвал причину появления на Донбассе генерал-полковника российской армии. За свою деятельность на востоке Украины он, Ленцов, был повышен в воинском звании. С генерал-лейтенанта стал генерал-полковником. Переговорщик от России в зоне АТО руководит боевиками. Он знает все расположения украинских сил. То есть вот из-за этого он и работает с боевиками. Он знает расположение украинских войск. А он не мог, когда их узнал, сразу же сообщить. Нужно пребывание тела. То есть доставляют тело, тело открывает рот и говорит, я знаю, украинские войска находятся вон там вот. Ну да ладно. В общем, выходит опровержение. Оказывается, генерал не находится на Донбассе. Он находится в Астраханской области. Причем украинские СМИ об этом сообщают так. Как он утверждает. Ну вообще-то он утверждает это в прямом эфире. И вот уже говорено, переговорено об этом генерале. Но я думаю, тема живая. Живая почему? Потому что на сайте СБУ через много-много месяцев уже после того, как фейк с генералом, который был не генералом, раскрыт, висит вот это. Вот официальный канал СБУ. И вот с февраля висит на нем видео, где так и сравниваются полковник и генерал. Я всецело доверяю СБУ. А вы?